Доброго времени суток! Поздравляю всех с церковным праздником! Святые, память которых Святая Православная Церковь празднует в этот день, молите Бога о нас! Сегодня, как и обещали мы, ответим на главный вопрос одиноких людей. Как познакомиться, чтобы создать счастливую семью? Я правильно поняла, что ты, как ветеран христианских клубов знакомств, разработал уникальнейшую методику, у которой вероятность успеха выше, чем у других? Ничего подобного. Это пускай психологи разрабатывают методики, у них это хорошо получается, и к тому же они за это получают деньги. Да, красиво. Ну, а тогда ты, как счастливый супруг, хочешь дать зрителям полезные советы о том, как надо знакомиться? Нет, это пусть священники дают советы. Их тогда хотя бы кто-то будет слушать. Да, а что же мы тогда скажем нашим зрителям? А мы просто нашим зрителям дадим объективный ответ, подтвержденный экспериментально и не содержащий в себе нарушений причинно-следственной связи. Вот только он многим не понравится. Почему же? А потому что ответ будет краток. Никак. Потому что создание семьи – это не есть результат знакомства, а есть результат развития отношений между людьми. Но как же мы с тобой познакомились и поженились тогда? А мы поженились не потому, что мы познакомились, а потому что мы подружились, и в какой-то момент наши дружеские отношения перешли на новый уровень. Ну да, но знакомства-то все-таки было. Было. Так же, как и у меня, и у тебя до этого самого момента было множество других знакомств с самыми разными людьми и нулевым результатом. Ну да, но все-таки сначала же надо познакомиться, и тогда будут продолжаться отношения. Так? Ничего подобного. Можно, например, начать развивать отношения с человеком, с которым знаком с детства, но много лет не общались. Можно развивать отношения с таинственной незнакомкой, а в интернете вообще люди часто сначала какие-то отношения развивают, а потом уже знакомятся. Ну да, согласна, но это вся теория, а на практике-то как? Ну вот, Лен, с тобой часто мужики знакомятся? Довольно часто, когда я одна, да. Ну и как ощущения? Отвратительно. Какой-то козел подходит, начинает говорить какие-то глупости, пытается отвязаться, он не отстает. И откуда берутся такие придурки? Фу. Такие придурки берутся от неправильного понимания вопроса. Человек ищет не отношений, а человек ищет знакомств. И эти самые знакомства получает. А что сделать с ними, он не знает. Потому что знакомства они ничего не дают. Потому что знакомство это только знакомство. И все. А если бы он искал незнакомства отношений? Тогда бы он вел себя как минимум адекватно. Адекватно это как? Адекватно это не навязывать собеседнику темы, которые ему неприятны, да и ему самому неинтересны. А что это вдруг так все заинтересовались темой знакомств? Я думаю, что свою роль в этом сыграли многочисленные службы знакомств. Они рекламируют свою деятельность и тем самым создают интерес у людей к теме знакомств. А вывод каков? Вывод таков, что вопрос, как познакомиться, чтобы создать семью, сформулирован некорректно. И поэтому на него ответ невозможен. Это все равно, что спросить, как сходить в магазин, чтобы приготовить суп. Но приготовление супа это не есть результат хождения в магазин, а есть результат умения готовить. Поэтому вопрос надо переформулировать. Например, как научиться готовить суп или как сходить в магазин, чтобы купить нужные для супа ингредиенты. Так что просьба ко всем, кто задает вопрос, как познакомиться, чтобы создать семью, изменить формулировку вопроса. И написать об этом в комментарии к этому видео. И если это видео вам понравилось, поставить лайк. Да, и на этом мы с вами прощаемся. С вами были Семьеведы и Любители, Лена Магатан и Колян Платков. До встречи в следующих видео. А на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова